Я приветствую вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет посвящено пересадке такой орхидеи, как Садерея джапоника и Минамара Шима. Крупная Садерея джапоника, которую вы видите на экране, у меня растет уже два года. А варигатная Садерея я получила это весной. Моя крупная Садерея процвела это весной. У нее были такие очень приятные, ароматные цветочки. Их было пока только пять штук, но она совсем молодая. Я надеюсь, на следующий год я получу большее цветение. Итак, какой же грунт нам понадобится? Нам понадобится кора крупной фракции для хорошей аэроации корней. Как мы знаем, Садерея это очень любит. И мы берем мох с вагном и обязательно керамзит. Мох с вагном я уже намочила предварительно. Пересаживать мы будем в японские горшочки, один из которых глиняный, из тонкой пористой глины. Я думаю, что Минамара Шима, ей понравился этот горшочек. В общем, посмотрим, будем наблюдать. И, значит, моя Садерея джапоника, она будет пересажена в этот же горшок, в котором она сидела. Просто я заглублю ее корневую систему, которая вылезла уже. И она стала мешать, как бы, мне при поливе. Ну и будет более, как-то, смотреться более симпатично, когда она будет посажена более компактно. Итак, мою Минамару я получила весной, как я и сказала. И Минамара пришла у меня совершенно с голой корневой системой. И была посажена в такой, как бы, временный горшочек с временным субстратом, чтобы нарастить дополнительные корни, чтобы она, как бы, немножко адаптировалась, прежде чем я посажу в глиняный горшочек. В глиняном мы не будем видеть уже ее новые корни, поэтому вот у меня был такой временный горшок. Но сейчас она готова к пересадке. Итак, начинаем. Я вынула свою Сидерею джапонику из горшка, и мы видим, у нее такие хорошие корни. Единственный корешок сухой, старый, который я обрежу. И оторву также листочек, который уже старенький. И из грунта она сидела в серамисе, в крупном серамисе, и тоже кора крупная. Немножко маха на поверхности было. Итак, я уже посадила мою Сидерею. Я закрутила ее корни, положила туда керамзит. По бокам я завернула немножко мха и крупной коры. Обязательно я кладу мелкий ракушник. Добавляю в горшочек почти всем своим орхидеям. Этот ракушник у меня просто промыт, я его не проваривала. Просто были вопросы. И на поверхность горшка я укладываю мох. Этот мох будет создавать такую воздушную подушку, которая поможет мне, когда я при отъезде, не поливать ее каждый день. Ну и когда слишком большая жара, тоже она сможет ее выдержать. Вот так вот я обкручиваю мухом. Итак, приступим дальше к посадке миномары шима. Сначала нам надо вынуть ее из горшочка. Я ее не поливала предварительно, поэтому вынуть мне ее тяжело. Я пытаюсь сначала вынуть мох, но она засела очень глубоко. Поэтому, чтобы растение лучше вышло из горшка, надо ее увлажнить. Что я сейчас и сделаю. Немножко мы опрыскиваем нашу миномару, чтобы корни стали податливые. Потому что, когда влага попадает на корни, они становятся более мягкие. Их легче вынуть и также менее травматичные. Как мы видим, миномары уже выходят как бы с легкостью. Сейчас я вам покажу наши корни, которые наросли у нас в течение этих месяцев. Я освобожу ее от мха. Мох, конечно, я удалю этот. Хотя он не старый, но все-таки я посажу ее в совсем новый грунт. Вот такие корешки мы имеем. И шейка также у нее хорошая. Ничего я обрезать не буду. Я ее посажу в таком виде. Ну, я уже положила сеточку. Вот я показываю на маховую кочку. Я сажать не буду. У меня совершенно моя посадка. На маховую кочку есть достаточно видео на ютубе. Очень хороших. Вот, а я посажу в свою посадку, которая мне нравится. И, в общем, результаты у нее хорошие. По корням я имею в виду. Я положила на дно керамзит и кору. А по бокам я уложила немножко мха. Это все влажное. Под попу, как говорится, я положила крупную кору. Как бы посадив ее на такую кочку из коры. Она похватила корешками кору. И я устанавливаю в миномару горшочек ровненько, чтобы она не наклонялась. И потихоньку укладываю нашу кору, которая тоже уже влажная. Я размочила ее. Так, чтобы она стояла, чтобы она была устойчивая. Уже выбираю такую кору, чтобы она вошла в горшочек. И чтобы не повредить ее маленькие крышки. Опять же, я вам скажу, что эта посадка лично моя. Не обязательно ее повторять. Потому что было очень много вопросов. Вот. И, значит, дальше я укладываю мох. Тоже размоченный. Как бы, как японская кочка у меня получается на поверхности. На самом деле, внизу у меня кора и керамзит. А поверху идет мох. Я беру длинные волокна, чтобы они как бы легче закрутились вокруг горшка. И это более так эффектно и красиво смотрится. И так обкладываю весь горшочек. И, как мы видим, рассеяние не заглублено вовнутрь горшка. Оно сидит над горшком. Тем самым мы предохраняем шейку. Вот мы видим, сейчас я пересадила миномару. Вот так вот у меня получилось. Очень симпатично. И сидерея так же. Итак, это была посадка совершенно не японская в японские горшочки. По просьбе моих подписчиков, потому что многие спрашивали, как я сажаю свою судерею. И вот сейчас это видео было как раз ответа на вопрос моих подписчиков. Такая посадка предотвратит замыкание корней в моем климате. То есть у нас бывает жарко летом и прохладно зимой. Они у меня стоят большую часть зимой на улице. Поэтому я выбираю такую посадку. А сейчас мы посмотрим, как же они адаптировались. Прошло несколько дней. И мы видим, что миномара сидерея джапоника уже схватила, как говорится, свой субстрат. У нее уже дальше лезет ее корешок. Листочек стал распрямляться. И миномара также доращивает свой листочек. И уже растет у нее корешок. Спасибо, что вы были со мной. Я вам желаю отличного настроения. И до встречи на моем канале.